привет космонавтик надеюсь ты уже посмотрел предыдущую часть иначе я че зря старался пора погрузиться в прекрасный и ужасный мир маппинга с головой ведь в этой части мы обучимся базе как строить как сохранять как пукать всем новичкам предлагаю начинать с постройки шаттла во первых это интересно во вторых после шаттла уже можно перекатываться на полноценные станции ненавижу когда в начале видео клянчат лайки затягивая вступление поэтому поставь класс и снимешь маму и заходим наш матерский сервер на нем ты найдешь кучу полезных руководств уровня глисты до уровня мастера сможешь попросить помощи в общем чате запросить ревью работы поглазить на интересные дизайнерские решения а если ты маппер с другого сервера поможет предоставить тебе жилье для киндос твоего проекта поделившись своей великолепной структурой и подключить бота для удобного ведения работы и так зайдя на сервер открываем консоль на клавишу и и прописываем force map empty чтобы локалку нагружала как можно меньше говна и можем начинать добро пожаловать на космическую станцию приятного вам пребывания с ужасом обнаруживаем что с нами разговаривает женщинам ну а чё никто не говорил что будет легко появляемся за кое-то чуму а гост и вот мы призрак со всеми правами как создать пустую карту если ты создаешь что-то с нуля то вводим маппинг и любой айди для карт пидор от цифры ничего не зависит и не обязательно вводить те же самые которые ты использовал когда сохранял ее если нужно загрузить что-то конкретное то через пробел добавляем путь из папки или базы данных сервера оф и насрали поэтому после воды вероятно будет очень сильно лагать и слева появится ебучая бортовая панель боинга фиксим просто повторно прописав огост и тпшимся на созданную карту можно было заметить что игра решила еще и переключить пол обнажив трубы а значит перейдем к меню песочницы она открывается на кнопку сверху или на б разберем что здесь вообще происходит переключить освещение локально переключает освещение у твоего призрака советую тыкнуть чтобы банально не маппить темноте эти две я думаю не стоит объяснять и не дебил догадаешься переключить пол отвечает за то чтобы показывались трубы проводка и прочее что может быть скрыто собственно говоря под полом пока выключим в рл и показывает как собственно вот этот друголётчик видит станцию показать спавны отображает различные спаунпойнты будь то спавнер профессии или там торгомат показать вв нужно для проверки коллизии с этой штукой можно проверить насколько у тебя узенькая дырочка это похуй а вот выше уже интересней здесь панели что нам пригодятся но если ты не пользуешься хаткеями то ты лох реально если лень открывать меню то на панели действий есть пару полезных кнопок собственно это по большей той части все что нам понадобится есть еще панелька на f7 но я разберу ее как ни в другой раз что ж вот перед нами чистый лист казалось бы можно уже маппить но советую сначала нарисовать где-нибудь план вашего шаттла поначалу конечно кажется что это лишний дрочь но с опытом без этого я уже не обхожусь изменить что-то на листочке гораздо проще чем в кривучей игре созданной до старайся нарисовать что-то интересное и небольшое решить для кого этот шаттл вообще создается там sb карга пустотники мой вот будет для sb готова теперь переносим в игру кстати на нашем сервере также есть ссылка на конвертер изображений в карты да 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 открываем спавн тайлов нажатием на f7 перемещаем мы растягиваем эту менюшку как нам нравится вводим или просто ищем покрытие и жмем по нему это глаз бога показывает куда будет поставлен тайл один разочек нежно нажимаем по себе чтобы он был ровно по центру карты да это реально важно чтобы постройка была центрирована иначе на сканере масс или мониторинге экипажа но может быть смещено для размещения тайлов наводимся рядом существующим и жмем lkm можно создать сразу же несколько зажав control чтобы стереть тайл переключаемся на erase мод или используем тайлы космоса для выхода из режима размещения тайлов или стену жмем pkm и вот мы накидали формы теперь можно и стеночки поставить открываем сплавных сущностей на f5 ищем любые понравившиеся стены и расставляем когда каркас готов размещаем объекты с первого взгляда может показаться чтобы горе насрана так шлюзами и выглядит это страшно со второго тоже надписи в квадратных скобках это суффиксы они указывают на какие-то дополнительные свойства объекта например это просто стыковочный шлюз а вот это уже стеклянный и закрытый закрыт значит что на нем выставлены доступы по умолчанию конкретно этот мог открыть космонавтики с доступами инженера с бешников и командования я не хочу чтобы на шаттл забегали всякие мамбеты поэтому используем его и да что значит внешней даже не спрашивай смотрим в какую сторону повернута эта лампочка чтобы два аппарата пристыковались друг другу они должны быть направлены к другому шлюзу то есть направлены к космосу шаттл sb но в нем по-прежнему могут проникнуть инженеры и охуевший грузчик решается это дрочкой файлов карты для замены компонентов либо славянской смекалочкой теперь окна пока ты лишь глист советую ставить под них решетки и не выебываться кстати под диагональные лучше ставить тайлы те же решеток чтобы не рисковать здоровьем нет как заставить эту падлу летать ну для начала нам понадобится источник питания обычно для шаттлов используется всу а только он вырабатывает лежалки и 6 ватт чего даже на байк серёге пирата не хватит ставьте 3 а потом во время тестов удаляйте лишнее ставим подстанцию чтобы подключить лкп и энергия где-то хранилась после чего подключаем ввшками расставляем лкп по шаттлу можно ограничиться одним и тянем к нему св лкп теперь питается и можем уже от него тянуть низковольтные чтобы шлюзы консоли и прочая электроника работала радиус нв 3 тайла смотрите не обозритесь подключением движков движков ну тут исправил только что перед соплом не было объектов иначе он банально не будет работать делаем возможный поворот на киев ставя куда-нибудь гироскоп а также гравитацию при помощи мини генератора тыкаем консоль управления шаттла и принципе на этом уже можно спокойно летать после того как вы расставили все необходимое можно украсить пол декальками открывается менюшка на f8 здесь можно привязать декаль к тайлу чтобы она становилась ровно добавьте используя стираемости тогда и хитрый уборщик сможет стирать ее при помощи космо очистителя рекомендую делать стираемыми только грязь и траву на планетарных картах выше можно выставить свой цвет главное убедитесь что тыкнули соответствующую галочку найти цвета департамента можно в палитре внимание самая распространенная ошибка с декалями на первом задании стажериков если вы хотите цветные бортики то сначала ставим их обычную версию а потом декальки у которых название и слова overlay тем самым вы избежите уродских сука зазоров и запомните что много не значит красиво немного о теории цвета используйте один основной цвет один вспомогательный и один акцентирующий внимание например темный пол красные бортики и какая-нибудь там желтая лента чтобы обозначить кресло пилота финальные аккорды чтобы на шаттле можно было дышать встаем на него прописываем fix grid atmos и табом выбираем айди если у вас высвечивается сразу несколько айдишников то значит где то есть разоединенные тайлы это могло произойти от того что вы неправильно вели их от существующего или просто по приколу ну да в игре существует баг уже около года что даже если вы правильно расставляете тайлы то они могут тупо сыпаться все же придется нажать на заветную f7 и перейти в объекты они обозначены как grid просто телепортируйтесь по ним и удаляйте лазутчиков когда их найдете воздух есть теперь нужно чтобы он избегал и шаттла для этого ставим диагональные вентиляторы вот таким образом в таком положении он не пропустит газы по направлению куда смотрит шаттл полностью готов теперь сохраняем его вы можете использовать сейфмап айди карты или же сейф грид айди грид айди грид а это то что предлагает фикс грид атмосе для станции используем сейфмап а для мелких объектов по типу шаттлов или обломков уже сейф грид далее пишем путь если ты мапишь на локалке то можно писать хуй главное в конце юмл не забудь а вот если ты мапишь на песке своего сервера то запоминай как делать чтобы хэдмэпер не сломал тебе колени сначала пишем спаси кей это создаст личную папку ставим слэш и идем по категориям сначала то что вообще из себя представляет постройкам сужаем круг на трейзен синдикат там какие-нибудь пираты и еще уточняем security карга инженер и вот уже пишем название постройки внутри этой папки создаем файл формата юмл это и есть сохранение и еще полезный совет что стоит делать бэкапы только делать их не как ебанутый сдвгшник сохраняйте одну версию 3 бэкапа и просто эти бэкапы пересохраняйте по очереди поздравляю теперь ты любимчик в ма и можешь клянчить чулочки наконец со спокойной душой можно затестить шаттлик прописываем ap и нет и айди карты важно отметить что карта теперь разморожена а значит что сохранить или обратно заморозить ее уже не получится полетали поигрались увидели апсер удаляем карту команды rm map и вводим маппинг не забыв указать путь исправляем заново сохраняем и вот так вот полируем до конечного состояния напомню что сохранение лежат по этому пути в целом этот видос я считаю отличным для старта но осталось еще немало приколов по типу редактирования компонентов что заметно улучшит ваши навыки в нашем мужском ремесле но об этом уже в следующей части пока мэй таз ты так прекрасен только с тобой мы вне гравитации мэй таз время невластно часовые пояса не догонят нас мэй таз время Продолжение следует...